дорогие друзья всех приветствую 23 сентября погода шикарная стоит градусов 25 по моему нас лето было холоднее чем осень ну и я соответственно конечно слова на даче снова на даче стою у теплицы и покажу вам сейчас что у меня вообще новенького происходит так ну вот сидора ты собственно говоря посеянные на прошлой неделе зашли вот и они так и будут здесь расти ничего с ними делать не буду уйдут в зиму что самое интересное когда я приезжаю зимой в прошлом году это по моему было в январе вот эти сидораты они до сих пор оставались зелеными вот несмотря на минус скажем снаружи теплицы но теплицы я держу закрытую здесь вероятно я не знаю то ли маленький минус совсем то ли 0 но в общем короче январе эти сидораты были зеленые еще даже не замерзли конечно когда приехал в начале нового сезона уже все полегло но тем не менее здесь прямо был какой-то оазис когда пробилась откопала свою теплицу зашла и тут все очень цвело и пахло свежая зелень скажем огород те же сидораты колосятся уже все зацвели ну не знаю думала ничего с ними не делать но теперь возможно я их просто лопаты заделаю если у меня будет время если будет хорошая погода и настроение как вот на этой грядочке их просто порубила лопаты всех положила скажем так уложила вот ну то же самое в принципе это делается быстро можно сделать вот с этими оставшимися грядками где они уже цветут клубника земляника вот эти первые у меня 7 кустов елизаветы ну все я наконец-то их обрезал потому что очень тоже пришла пора им хотя сегодня собрала опять ложку красных ягод но я не знаю это какой-то просто дикий безудержный сорт мало того что он дает усы он размножается буквально скажем так тут моментально стоит усу упасть на землю он укореняется и уже цветет и дает ягоды так что кто вот раздумывает какой сорт покупать рекомендую елизавета очень хороший подумай если вот эти кусты у меня будут плохо плодоносить в следующем году то размножу одну елизавету и все оставлю вот ну в общем срезала их чтобы они успели до зимы еще нарастить зеленую массу так здесь у меня дай кончик дай кончик подрастает вот он вот он еще ему думаю что до октября может быть числа до десятого я его подержу и редька зелененькая тоже вот она вот уже видно начинает она прям хорошо вот набирать вот тоже на я думаю что буду собирать в октябре вот ну в основном в общем то здесь ничего интересного уже нету на огороде все убрано и вот эта грядка она готова к посадке чеснока дай кону беру и посажу сюда чесночок вот погода это просто друзья шикарная пришла золотая осень тепло солнечно я честно говоря не понимает что победит что у нас такое уже запом третью неделю стоит так даже шмели еще проснулись ну здесь я потихоньку начинаю убирать однолетники оставляющие цветущие георгинки бархатцы даже еще распускаются этот очень симпатичный цветок мне нравится но вымахали извините полтора метра в общем то я как бы брала низкорослые ну они мне по грудь я не знаю называется низкорослая циния ну красиво конечно но отнюдь низкорослая продолжает свести мой гигантский георгин вот раскрываются новые цветочки старые я удаляю вторая клумбочка тоже у меня бархатцы георгинчики однолетние похожи это на цветочные почки заложил он цветочные почки или это опять ростовые почки не знаю мне бы хотелось конечно что чтобы он уже зацвел следующем году но вот буду надеяться буду надеяться вообще в принципе похоже на цветочные потому что тростовые они такие более какие-то маленькие цветочные более пухлые буду ждать любом случае с вами сходим еще сошли с ума розы как летом не цвели то есть такая полноценная вторая волна цветения вот друзья сейчас попозже сходим обязательно с вами посмотрим я вам покажу что у меня там происходит хочу показать вот это фиолетовое такое сиреневое облако это зацвела октябрина сентябрина на самом деле астра посмотрите какая красота закрывает как туалет уличный в прошлом году они не успели зацвести из-за резких заморозков которые пришли прямо 1 сентября в этом году прямо красотища новобельгийские астры на кумбах но они попозже они уже ближе к октябрю но есть надежда что в этом году все-таки я увижу цветение потому что погода еще неделю как минимум будет стоять у нас теплая все друзья мы подошли к розарию с вами ну и вот это конечно что-то с чем-то это golden celebration смотрите анжела меньше цветет но выдала цветок да нет тут еще есть бутона не один цветочек господи бременские музыканты ну то есть вот все все особенно особенно 2 вайлдив билем шекспир golden celebration огромные цветы душистые ароматные но то есть так очень что сейчас вот июнь да ну вот я тут смотрю а кстати вот это братья грим а здесь здесь леонардо да винчи и и просто вся на бутонах это винчестерский собор ну просто какой-то я не знаю розовое безумие посмотрите какая красота ну что-то вот вообще просто розари сошелся я уже сделал последний подкормку больше их подкармливать не буду последняя подкормка была монофосфатом калия вот и делал обработку обигопиком то есть принципе ну листва более менее здорово есть какие-то тут некоторые пятнышки но я все равно буду перед тем как их укрывать я буду срезать им листья всегда так делаю кто-то не делает я делаю я нахожу время обрезаю а потом вырезаю все листья у них ты и то есть они у меня уходят в зиму голыми вот это я буду делать попозже конечно чудо обрезки далеко потому что стоит шикарная погода но куда тут обрезать вот посмотрите я покажу там лаймлайт ну это вообще что-то в этом году гигантский совершенно соцветия просто просто гигантские покажу отойду ну просто что-то с чем-то вот знаменитый лаймовый цвет когда она в полу распуске когда в полном распуске тоже она с таким зеленовато лаймовым отливом красавица просто вот и вот 2 гортензия совсем с другими соцветиями здесь сочетание стерильных и фертильных цветков также шикарно рассвела и еще продолжает свистеть это еще не полный роспуск мой господи дай бог памяти сорт ну обязательно если сейчас не вспомню то подпишу конечно же вот но тоже шикарное цветение просто радует в этом году меня мои гортензии метельчатые вот такая вот красавица друзья пока я тут хожу с косилкой сегодня у меня идет покос вспомнила сорт вот это гортензии это ливана очень красивая гортензия с мотыльковыми соцветиями просто прелесть смотрите просто бабочки сели вот на верхушке побегов вот сейчас я стою рядом со своей ремонтанной малины типа золотые купола конечно никакие не золотые купола но она до сих пор плодоносит может полакомиться могу сказать что этот сорт меня устраивает ягоду она держит буквально если если хочется поесть так что-то уже в сентябре когда ничего нет то вполне себе походит так вот это сейчас я в зоне своего плодового сада как я уже показывала в прошлом ролике я весь урожай собрала яблоки груши и обработала деревья железным купоросом это скажем так уже такая тотальная обработка и вот смотрите листва начала чернеть чернете сейчас пойдет такой листопад но так как у меня поражение есть ржавчины главным образом ну это парша тоже к сожалению яблони эти листья я все-таки в этом году не буду класть в компост а вывезу ну или сожгу то есть ну не знаю многие говорят что не сохраняется от ржавчина там в компосте ну на всякий случай не нравится мне слишком сильное поражение очень сильное поражение в этом году вот поэтому сейчас после листопада буду избавляться от листвы вот друзьям что на этой ноте я наверное буду с вами прощаться такую небольшую обзорную прогулочку мы с вами сегодня совершили по моему участку надеюсь что такая вот хорошая солнечная погода еще нас порадует какое-то время мы погреемся ну и конечно работать приятно когда тепло намного приятнее так что вам тоже желаю ударную дачу на труда хорошо отдохнуть насладиться теплой осенью и увидимся с вами в следующих видео увидимся на даче всем пока